Ребят, хотел рассказать про места, которые мне нравятся, почему мы живем именно в этом месте, в районе Агрономика. В первую очередь я хочу отметить этот рынок, который приезжает по пятницам. И его преимущество в том, что тебе не надо куда-то далеко ходить, то есть он приезжает прям к нам практически домой. И что самое крутое в нем, это то, что здесь можно купить свежайшие устрицы. Они стоят 34 риала за две дюжины, то есть по 17 риал за дюжину, и они вкусные. И я просто вот наконец-то распробовал, почему так люди устрицы. Фрукты и прочее остальное здесь тоже можно купить. Еще одно мое любимое место, это пиромар. Здесь есть супермаркадо, то есть есть хороший супермаркет, где мы покупаем продукты. И также здесь на втором этаже просто великолепный ресторан, где можно отведать вкуснейшую сосиску и выпить разливной потрясающий хайникен. Мы находимся в пиромаре, здесь на первом этаже, рядом с супермаркетом, есть очень прикольная кафешечка, которая называется Делисия. И здесь потрясающая выпечка. С точки зрения кофе вряд ли без Старбакс, но с точки зрения выпечки... Что ты особенно часто берешь? Жена у меня любит фольят от банана, слойка с бананом, а я люблю слойочку с яблоком. Паштежды надо обязательно попробуйте. И на выбор можете какие-то еще сладости попробовать, они очень-очень вкусные. Что еще хорошего есть в пиромаре? Здесь можно оплатить телефон, интернет, распечатать документы. А самое главное для меня, как человека, который искал очень долго хорошего бродобрея, побриться. Здесь на выходе отличный барбершоп. Теперь от пиромара мы двигаемся в козырное место. По пути мы зайдем в отличнейший винный магазин. Здесь выбор гораздо интереснее, чем в самом пиромаре. И мы здесь можем купить не только вино, но и разные продукты, привезенные из Италии. Есть классные соусы, паста, есть сыр, колбасы. В общем, рекомендую. Теперь мы доходим до козырного места. Ребят, мы находимся в таком маленьком парке, где рядом со мной есть какой-то памятник Эстейусу Джуниору. И чем он хорош? Здесь можно выпить вкусного пива. Здесь также можно съесть вкуснейший бургер. При этом вегетарианский особенно рекомендую. Дальше. Здесь есть очень вкусное сосисочное. И можно сосиски взять на вынос и с удовольствием их съесть дома. Что еще здесь есть? То есть, вы представляете, в одном месте расположено много очень прикольных, классных кафешек и ресторанов. Так вот, за мной здесь есть место, где можно отведать вкуснейшее мороженое с разными фантастическими вкусами, которые вы даже, возможно, никогда не пробовали. Например? Вот, маскарпоне с местными фруктами, вот, бразильскими, которые в Бразилии растут. Приходите сюда тоже пробуйте. А здесь еще, кстати, можно кофе попить. Тоже очень вкусно, рекомендую зайти. Еще здесь рядом есть магазинчик, где можно и позавтракать, и поужинать. Тоже там какая-то... Я бы сказала, что это как несколько ресторанов. Да, там несколько ресторанов. Можно даже какого-то разверного пива выпить. Плюс купить вина себе. Там, в общем, тоже интересно. Стоит зайти. Пытался себя поймать на мысли, что мне нравится в Ахлорибе. Когда я гуляю по улицам города, я понял, как мне нравятся деревья здесь. Они такие классные, они такие огромные. Столько много веток. Они так идеально притяны в город, что просто очень классно гулять по самому городу. Вот, кафе Культура чем мне нравится? Нет, что здесь потрясающие завтраки. Например, у меня жена понатеет по яйцам Бенедикта. И они здесь так вкусно приготовлены. Она всегда их берет. Хоть бы что-то новое заказала. Нет, по яйцам Бенедикта, я правильно понимаю? То есть, есть такой мужик, который по имени Бенедикт. Как они называются? Яйца Бенедикт. А. Да, то есть яйца Бенедикт, а не яйца Бенедикта. Давай сначала. Моя жена, она очень любит это кафе. И здесь всегда заказывают яйца Бенедикт. Вот, например, как они выглядят. Очень мне не нравятся. А я заказываю кафе Бразилийр. Это завтрак бразильца. Сейчас на него тоже принесу. Посмотрите, как выглядит завтрак бразильца в кафе Культура. У нас есть сэндвич, есть какой-то фруктовый сок. Это, как знаете, какая-то фруктовая смесь. Есть пао-ду-кейжо. Это местная бразильская еда. Это сырный хлеб. Очень вкусно. Мне он очень нравится. На самом деле, я открыл для себя прямо его в Бразилии. И какая-то вкусняшечка. То есть, простой какой-то десерт. Кексик. Кексик, да. И сок. Апельсиновый сок. В Бразилии она сильна именно как экспортер апельсин. И у них в Бразилии очень вкусно. Поэтому завтракают прямо то, что надо. Мням-ням-ням. Ммм. Как только вы закончите прием пищи в кафе Культура, рядом есть замечательный супермаркет под названием Хиппо. Нам показалось, что здесь выбор поинтереснее, чем в Бирамаре. И именно тут очень вкусные соусы для пасты продаются, а также обалденная выпечка. Очень рекомендую познакомиться. Набережная здесь просто великолепная. Здесь сделаны специальные дорожки, где можно бегать, где можно ездить на велосипеде. Здесь есть место, где можно поиграть в волейбол. Заняться фитнесом, покачать мышцы. Все это выглядит совершенно новым. На этом приятно заниматься. В общем, нам очень здесь нравится находиться. Мы с большим удовольствием живем в центре. Мне кажется, это очень крутое место, если у вас нет детей. У кого здесь есть дети, то они предпочитают районы с пляжем, таким уже прям более пабельным. Что самое классное в этом районе, то, что когда вы берете велосипед, вы можете поехать налево, это в сторону моста, ну это если вы поехали на набережку. Либо направо. И вот мы сегодня решили отправиться направо. Здесь нам очень нравятся такие мангровые леса. Здесь очень много животных. И буквально в 10 метрах здесь у нас велодорожка, а здесь уже природа. Здесь много разных птиц, крокодил даже плавает. Что я хочу сказать? То, что на велосипедах здесь ездить одно удовольствие. И мы часто выбираемся, можем поехать в город, можем поехать по природу, очень близко. Чем мне еще нравится ездить на велосипеде, тем, что здесь можно остановиться и взять растековый сироп. Какой же вкусный, ребят. Просто у нас растерянный. Тем, кто любит пиво или просто захотел вдруг перекусить, здесь есть несколько классных баров, ресторанов. Поэтому ездить на велике на самом деле одно удовольствие. Кстати, тут можно взять еще и кокос, тем, кто любит кокосов. Еще раз немножко вот про велодорожку и какие здесь есть инфраструктурные моменты. Вот тут у нас есть второй бар, который мы тоже очень любим. Называется он Estimado, по-моему. Он находится как раз рядом с пирсом. Что еще интересного в этом месте, вот именно где барчик рядом с пирсом, тут можно взять велосипеды в аренду. Примерно они стоят 15-20 реалов в час. Прикольно иногда остановиться. Бывает здесь музыка живая. Здесь очень приятно отдыхать. Потому что есть вид на море, классная музыка. Нам это место очень нравится. Что здесь хорошего? По субботам, по воскресеньям. В выходные дни здесь проходит ярмарка. Местные умельцы открывают вот такие свои палатки и продают всякую сечину. Нам очень нравится здесь покупать варенье. Потому что то варенье, которое продается в гипермаркетах, оно какое-то желешное. И не то варенье, которое мы привыкли есть в России. Ребята, еще одно очень классное место. Это аргентинская выпечка. И мне здесь очень нравится эмпанада. Я беру с пиццей. Очень вкусно. Можно взять и какой-нибудь напиток прохладительный. Классно провести время. То есть по субботам, по воскресеньям какие-то праздники здесь стоят. И их выпечка действительно стоит того, чтобы ее попробовать. Поэтому рекомендую. Сегодня мы поплывем на кораблике. Рассказываю, что за кораблик и как все будет. Во-первых, подходим на пирс. Вот садит там кораблик. И идем вот к этому киоску. Там покупаем билет. Билет стоит 180 риал на человека. На закатную программу. Что ты сейчас покупаешь? Тростниковый сок? Спасибо, я его очень люблю. Мы решили сесть на самую главную палубу, где нет крыши. Но здесь вид видимо получше. И диванчик. И диванчик. Что, ребятки, классная на самом деле поездка. С закатом, конечно, не всегда вам может повезти. Но само время прямовождение того стоит. Живая музыка, хорошее обслуживание. Достаточно прикольно. Я считаю, что поездку удалось. С точки зрения того, где покушать, рядом с набережной есть потрясающая пиццерия с разнообразным выбором пицц и винной картой. А также рекомендую посетить корейский ресторан. Качество феноменальное. Мы как будто бы снова оказались в Южной Корее. Кстати, если вы не смотрели наш фильм про Южную Корею, ссылочка будет где-то вот вверху. Я оставлю все ссылки на места, про которые я говорил в этом видео. Поэтому пользуйтесь. Google Map точки все в описании к видео. Ну, на этом все. Это все мои любимые места, которые я часто посещал, когда мы жили во Флорианополис. И теперь мы уже находимся в Коричибе. И в ближайшее время мы выпустим новое видео про то, каким мы видим этот город, куда мы ходим, что нам нравится. Поэтому подпишитесь на канал, поставьте лайк. Не забудьте поставить колокольчик. Ну и будем рады, если вы напишите свои любимые места, которые у вас есть. Не обязательно в центру. Вы можете рассказать, что вы любите посещать в своем районе. Будем рады любым комментариям. Всего хорошего.